Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас сегодня на фестивале Демодуляция. Меня зовут Анна Титовец, и я главный куратор, автор концепции экспозиции и креативный директор музея криптографии. И сегодня у нас с вами предстоит разговор о таких достаточно хайповых темах. Я, честно говоря, не до конца представляю уровень технической заинтересованности, подготовленности аудитории, поэтому мы будем держаться с вами такого баланса между гуманитарными социально-критическим взглядом и технологическим. И если вчера мои коллеги рассказывали об истории коммуникации и шифровании защиты информации в таком историческом ключе, то сегодня я затрону цифровую среду, интернет и то, о чем говорят сейчас очень многие люди, связанные с интернет-технологиями, веб 3.0, метавселенные, NFT и лежащая в основе многих из этих вещей технологии блокчейн. Но для начала я позволю себе немножечко рассказать о музее криптографии, главным куратором, которым я являюсь. У нас будет происходить рестарт в октябре этого года. И, как вы догадались, это первый музей в России, который рассказывает о криптографии, коммуникации и смежных дисциплинах. И, конечно же, рассказывая о криптографии и коммуникациях, мы довольно большое внимание уделяем цифровой среде. И в том числе тем вещам актуальным и хайповым, грубо говоря, о которых мы сегодня будем с вами говорить, тоже вполне себе есть место в нашем музее. Это небольшое, скажем так, видео. Почему-то звук идет из моего компьютера, а не с колонок. Но я думаю, это не страшно. Небольшое видео, которое рассказывает о неком духе, скажем так, нашего музея. Мы довольно много применяем таких интерактивных мультимедийных технологий, когда мы рассказываем о точных научных явлениях и вещах. При этом мы не ограничиваемся только научным взглядом, но рассматриваем явления, связанные с криптографией и коммуникацией совершенно разных углов, и в том числе с точки зрения философии и художественной, критического взгляда. Некоторые, скажем так, флеш-картинки из залов нашего музея, чтобы еще раз показать, что действительно наша среда, в которой мы работаем в музее, она работает с актуальными вопросами технологий. Так вот, обращаясь к технологиям, я бы хотела предварить нашу сегодняшнюю встречу цитаты Герфреда Штокера. Это директор фестиваля Арс-Электроника в Линце. Это один из самых важных фестивалей, который рассказывает всему миру о международном комьюнити, о том, что происходит в сфере культуры, технологии, искусства и социума. И, собственно, на самом деле, тема, с которой мы сегодня будем с вами работать, она во многом выросла из моей недавней поездки на Арс-Электронику, когда я начала встречать своих каких-то коллег и знакомых из технологической среды, и они начали говорить, ну, крипто, крипто, ты же музей криптографии, крипто. И я такая говорю, ну, как бы крипто-крипто, но дело в том, что то, что вы подразумеваетесь под крипто-крипто, это не совсем про криптографию. Несмотря на то, что действительно вот это вот слово крипто, которое заполонило, мне кажется, последнее время медиа и фестивали, и среду разработчиков и тех, кто связан с развитием интернета, и вы увидите это дальше на протяжении моего выступления. Вот то крипто, о котором говорят многие люди, оно не очень, на самом деле, действительно к науке криптографии имеет не столь большое отношение. И почему мы это с вами рассмотрим дальше? Но, тем не менее, действительно в базисе тех, скажем так, вещей лежит технология блокчейна. И действительно технология блокчейна имеет непосредственно как раз отношение к криптографии. И если вы помните, в 2021 год вдруг все начали говорить об NFT. Если переводить эту аббревиатуру на русский язык, это получится NVT, невзаимозаменяемый токен. Это, собственно говоря, скриншоты. Я вообще очень люблю оперировать тем, что происходит в медиа, как медиа отражает те самые технологические явления, которые захватывают, которые выплескиваются за пределы лаборатории каких-то специализированных событий в медиа. Так вот, это скриншоты 2021 года. Если вы помните, 2021 год, пандемия на излете, и внезапно все начали говорить об NFT. Что такое NFT? Почему вдруг это стало такой суперхайповой темой? Все начали говорить, что художники смогут заработать кучу денег, что это прорыв в сфере арт-маркета. И, собственно, все заголовки кричат о том, что NFT, блокчейн, токены изменяют мир искусства и цифровой среды. 2022 год. Мы можем увидеть, что это скриншоты, собственно, заголовков, которые встречаются, если ввести NFT, скриншоты заголовков в медиа уже не столь позитивные. Они уже как бы не кричат о том, как классно NFT, как классно, мы все станем богаты. И, собственно, выявляются несколько проблем. Во-первых, это проблемы с безопасностью и конфиденциальностью. Мы можем увидеть, что на этих заголовках достаточно много идет речь о том, что те самые, казалось бы, вписанные в блокчейн, неизменяемые, и которые невозможно украсть вещи, они действительно достаточно часто крадутся. Почему? Мы об этом поговорим чуть позже. Это особенность как раз применения технологии блокчейн в среде NFT. Еще одна тенденция — это большие, скажем так, тяжеловесные корпорации, как, например, «Союзмультфильм», начинают подтягиваться как бы к хайпу. Также NFT становится и, собственно, оперирование NFT и цифровыми сертификатами, которые являются такими сертификатами подлинностями какого-то цифрового объекта, становится достаточно расхожей вещью для благотворительных институций и компаний. И, что очень важно, в Госдуму внесли законопроекты об NFT. Что говорит о чем? О том, что, собственно говоря, NFT и сфера цифрового арт-маркета, цифрового маркета, работающего с блокчейном, неизменяемыми токенами — это серая зона. До этого и, собственно говоря, сейчас до сих пор совершенно не существует юридической регуляции на уровне закона. Вот вы купили какой-нибудь NFT, но с точки зрения закона это абсолютно серая зона. Вы расплатились биткоинами или эфиром, или саланой, и для закона это ничего не значит. Ваш цифровой сертификат — это по большому счету некая структура, которая все еще пытается найти свое место в юрисдикции, и как с этим может работать классическая законодательная основа. Так вот, после года такого невероятного хайпа, сообщения о гигантских продажах, надо сказать, что почему вообще возник такой интерес во многом к NFT. Это связано в том числе с тем, что достаточно большое количество людей, работая с криптовалютами, покупая и продавая их, поняли, что в принципе для инвестиций и в целом как работать с криптовалютами — это достаточно неплохое поле для спекуляций в том числе. И рынок NFT предоставил им эту прекрасную возможность. Вот это раздувание хайпа. Теперь мы можем продать все цифровое и заработать много денег. С одной стороны, для художников это явилось достаточно серьезным прорывом, потому что действительно художники, которые работали с цифровыми продуктами, всегда сталкивались с дискриминацией. Их не хотели покупать, потому что как можно доказать, что вот эта вот картинка, вот это вот видео, кроме того, что я написала это на бумаге, что действительно у меня аутентичная картинка, а не та, которая как бы непонятно от кого пришла. Как доказать свое авторство, как доказать провинанс? Провинанс — это история покупки и приобретения одного художественного произведения. Действительно, введение NFT явилось прорывом для цифровых художников и большой шаг вперед для возможности доказательства права и продажи своего произведения. Но для нас интересен не только ракурс художественного произведения, но и в целом изменение ощущения и изменение шкалы ценностей в обществе. Внезапно… Твиттер, который запостил, собственно говоря, основатель Твиттер Джек Дорси, стал не просто кодом в интернете, но стало чем-то, что можно продать. Внезапно психология отношения к цифровому, к тому, что находится в интернете, начала меняться. И здесь мы видим Твиттер. Это первый Твиттер, который, собственно говоря, затвитил основатель Твиттера Джек Дорси, он выставил его на продажу. Он его впервые опубликал в 2006 году. И тут написано, что всего лишь налаживаю свой Твиттер. Так вот, в 2021 году он продал его за 3 миллиона долларов. Вот просто вот этот свой первый Твит. Он продал гендиректору компании Bridge Oracle. И тут мы видим как бы две довольно любопытные вещи. А, то, что Твит можно продать. И вот эта вот ценность первого Твита, она вдруг обретает денежный эквивалент. Ценность явлений, которые являются нематериальными и только лишь цифровыми, они приобретают структурную денежно-авторских отношений. Это раз. И два, это тоже довольно любопытная история. С точки зрения механизмов существования арт-маркета, NFT и технология невзаимозаменяемых токенов довольно сильно переструктурировала само понимание, кто является коллекционером, а кто является и, собственно говоря, какие коллекционеры покупают что. Потому что, допустим, если про Твиттер известно, что это был гендиректор компании Bridge Oracle, Хакан Эстави, но в большинстве случаев, когда происходит покупка так называемого невзаимозаменяемого токена, мы видим, что коллекционером может быть какой-нибудь там King of Galaxy 2003. И совершенно непонятно, кто коллекционер King of Galaxy. Но тем не менее мы знаем, как бы это все записано в блокчейне, и мы знаем весь путь, через который проходит цифровой ассет. Это может быть не только визуальное произведение, это может быть музыкальное, видео, в общем, Твиттер, все что угодно, все, что может находиться в интернете. Так вот, обращаюсь к технологии, на которой, собственно говоря, основана NFT. Как я уже говорила, NFT, невзаимозаменимый токен, токен — это единица учета. Это не криптовалюта, но это, если как бы проводить такую аналогию, это некий заменитель ценной бумаги в цифровом мире. И токены представляют из себя запись в регистре, которая распределена в блокчейн-цепочке. И, соответственно, это позволяет блокчейн-цепочке, технология блокчейна позволяет хранить запись о транзакциях распределенно. Это децентрализованная система. И основная часть существующих на сегодняшний день токенов, они формируются на протоколе блокчейн от эфира. От эфира или бывает еще Solana и биткоин, но это реже. И этот протокол называется ERC-20. Существует довольно много разновидностей токенов, но хотелось бы, раз уж мы с вами находимся на фестивале истории технологий, я хочу обратить внимание на историю блокчейна. Довольно многие люди считают, что появление блокчейна связано с биткоином и связано с Сатоши Накамото. На самом деле это не так. За 30 лет примерно до Сатоши, чуть меньше, чем 30, в 1991 году, двое ученых и криптографов, Скотт Старнет и Стюарт Хаббер, задались вопросом. А как же сделать так? Вот у нас происходит документооборот. Вообще идея блокчейна гораздо шире, чем то, как ее привыкли воспринимать большинство людей в таком базовом понимании. Так вот, Скотт и Стюарт были озабочены проблемой документооборота. Ведь действительно, это была эпоха начала интернета, и ученые понимали, что в какой-то момент будет происходить цифровой документооборот. И при этом они понимали, что вносить изменения в записи, в цифровые, дико легко. И никто не сможет заметить, что произведены эти изменения. И, соответственно, ученые задались вопросом, как создать технологию таким образом, чтобы любые изменения в документах, которыми мы обмениваемся, были бы отслеживаемы. И это то, как, собственно говоря, родилась идея блокчейна. Как поставить временную отметку на цифровой документ, чтобы отследить его изменения. И в 1991 году на 10-й международной конференции крипто ученые представили свою работу, которая так и называется «Как поставить метку времени на цифровом документе». И это был действительно прорыв, но, как и многие технологии, это вообще такое общее место для технологий и для ученых-визионеров, они представили эту технологию слишком рано. Практического применения ей на тот момент не нашлось, потому что надо понимать, что 1991 год, модемный интернет, и, собственно говоря, понятно, что никому это особо не было нужно. Потому что люди не могли даже свыкнуться мыслью и представить, что имейл-адресов может быть несколько. Это как вообще? Адрес, он один. А тут, значит, ребята предлагают им совершенно какую-то футуристическую идею о постановке меток с использованием хэш-функций и дерева Меркли. Поэтому их идея, собственно говоря, не нашла никакого отражения, но в 2008 году, и наверняка многие из вас узнают этот документ, это так называемая «Белая книга биткоина». Когда Сатоши Накамото выпустил книгу, выпустил документ и распространил его, в рамках которого он, собственно говоря, рассказал о технологии блокчейн в применении к криптовалюте биткоин. И действительно это стало такой канонической книгой, каноническим документом, от которого многие отчитывают начало технологии блокчейна и применения биткоина и возникновения криптовалюты. И в этой «Белой книге», несмотря на то, что сейчас есть достаточно большое количество интерпретаций той самой канонической биткоина, которую описал Сатоши, потому что, по его мнению, биткоин должен был стать одноранговой системой электронных платежей, и, соответственно, вот эта система децентрализованной записи в блоке, она приведет к совершенно новому пониманию денежных транзакций. Надо сказать, что в технологическом мире существует довольно много курьезов вокруг авторства. Даже не то, что курьезов, но вот мы видим два документа. Один 2008 год, другой 2016. Их суть совершенно не поменялась, но теперь вы можете увидеть, что у Сатоши Накамото внезапно появилась вот эта вот представка «Ака». Это довольно любопытная история в серпентариуме, я бы сказала, технологических людей, связанных с технологиями. И, значит, Крэг Стивен Райт в 2016 году, это бизнесмен австралийский, заявил, что биткоин — это, вообще-то говоря, исключительно его творение. Поскольку, наверное, все вы знаете, что Сатоши Накамото — это анонимный автор, и существует очень много спекуляций, кто же это такой, но ни одна из этих спекуляций не нашла какого-то подтверждения в реальности, то, соответственно, Крэг Грайт решил, что, собственно говоря, пора действовать, и действительно он через своих юристов отправил ряду операторов веб-сайтов письма с юридическим требованием обеспечить соблюдение его авторских прав. И действительно, теперь в интернете вы можете найти два варианта одного и того же документа. Один подписан только Сатоши Накамото, а другой как бы с таким внезапным появлением нового альтер-рега Сатоши Накамото. И в музее у нас представлена одна из инсталляций, которая рассказывает, это не самая лучшая фотография, но, тем не менее, как я решил ее оставить, у нас есть интерактивная инсталляция, где мы рассказываем о том, как же работает блокчейн, и когда вы, собственно, минтите, чеканите, то есть делаете блок вместе со своим цифровым произведением искусства в цепочке блокчейн, что же это на самом деле обозначает с точки зрения технологий. И мы предлагаем пошагово, собственно говоря, человеку пройти через все эти этапы и в конце получить, по сути, ну, как бы некоторым образом такое вот шутливое свое NFT. Но возвращаясь к художникам и как это повлияло на, собственно говоря, какой-то ландшафт цифровой культуры. Вы видите, что, собственно говоря, это такой скроллинг по одному из сайтов, который постоянно отслеживает наиболее продаваемые произведения, которые записаны в виде NFT-токенов. И можно увидеть, что, может быть, кто-то может подумать, что, обратите внимание, там даже появилось довольно честное описание, что какое-то тело сгенерировано искусственным интеллектом. Можно увидеть, что в целом, как оказалось, появление вот этого возможности записи блокчейн своего цифрового произведения открыло абсолютно невиданные раньше возможности для 3D-моушн-дизайнеров, графических дизайнеров и так далее. Все тех людей, которые до этого были, в принципе, более-менее, ну, как бы исключены из процесса художественного, когда мы говорим о галереях, музеях и так далее. И появление NFT привело к появлению целой инфраструктуры, которая обслуживает тех людей, которые хотят вступить в эти самые отношения с продажей и покупкой невзаимозаменяемых токенов и записью своих цифровых произведений в реестр блокчейн. Здесь мы видим платформу OpenSea, и здесь можно увидеть, что, собственно говоря, они сориентировались и продают разного абсолютно вида вещи, цифровые ассеты, как виртуальные миры, так и коллекционные серии, доменные имена, музыку и спортивные какие-то вещи и так далее. Это такое как бы расширение цифровых продуктов, которые внезапно можно продавать, и платформа типа OpenSea стала одной из самых крупных платформ, и вокруг нее ведется довольно много, с точки зрения именно технологического обеспечения процесса, довольно много вопросов. И действительно, как бы вот этот хайп вокруг NFT, довольно многие люди вообще не очень понимали, что же такое NFT-арт, потому что внезапно у нас возникло вообще такое новое направление крипто-арт. А что такое крипто-арт, простите? Ну как бы это что, импрессионизм? Это как бы новое течение кубизма? Это там… Нет, это совершенно как бы… Это приставка, которая обозначает, что это некое произведение искусства, которое размещено на платформе продажи цифрового искусства с помощью технологии блокчейн и невзаимозаменяемых токенов. И вот некоторые даже начали шутить, что интересно, если я сделаю скриншот NFT, это будет скриншот-арт, если до этого это был NFT-арт или крипто-арт. И действительно, мы стали свидетелями за вот этот вот последний год каких-то невероятных головокружительных абсолютно продаж. Действительно, доля рынка, произведения искусства, которая вписывается в цепочку блокчейн в виде цифровых токенов, стала гигантской. Это один из чемпионов. То, что вы видите на экране, это один из чемпионов. И он держал свое чемпионство по самому дорогому произведению искусства, проданному в интернете достаточно долгое время. Бипл, художник Бипл, Винклман, который продал коллаж Every Days на аукционе Кристис. И это тоже довольно важный момент, что к вот этой вот новой системе, которая привелась благодаря блокчейну, присоединились и такие тяжеловесы арт-маркета, как Кристис и Сотбис. Конечно же, криптопанки занимают одну из самых больших долей рынка. Но что самое интересное, здесь вы видите некоторый другой подход к тому же самому, но в 2015 году. Мы помним, что, собственно говоря, такой пик NFT и развития платформ приходится на 2021 год. Однако в 2015 году идея блокчейна, как возможность сделать свою собственную криптовалюту, флуктуировала достаточно активно. И, собственно, после того, как в одном из технологических журналов было пошагово описано, как создать свою криптовалюту на основе блокчейна. Художница Сара Меохас решила сделать свою криптовалюту, потому что она называла ее биткоин. Как некая ирония по отношению к биткоину, у нас появился биткоин. И это довольно любопытная история, когда художница действительно взяла и создала свою собственную криптовалюту, еще до появления всех NFT-платформ и так далее, и она определила стоимость своего биткоина. Это 100 долларов или 25 квадратных дюймов ее собственной фотографии. И это такой любопытный пример, когда еще до вот этого гигантизма платформ и общего хайпа художник уже работает с тем, с чем мы имеем дело сейчас. До появления эфира она, собственно, в 2015 году сделала свой собственный биткоин. Еще одно изменение, опять-таки… Вот этот вот веселый кот, нянкет, наверное, который многим из вас знаком, тоже такой совершенно замечательный пример, когда неожиданно мемы, которыми мы все обмениваемся в рамках каких-то чатов и разговоров, стали тоже предметом продажи. Ну, котиков мы пропустим, я думаю, вы все про них знаете. Еще один любопытный пример. Когда физическое произведение искусства становится токенизированным. При этом пример в данном случае любопытен еще и тем, что это речь идет о произведении Бэнкси, которое было куплено за 90, по-моему, тысяч долларов. И, собственно говоря, да, за 95 тысяч долларов. И его купила компания, американская блокчейн-компания. И в рамках такого как бы тоже надувания, скажем так, пузыря NFT они решили в прямом эфире поджечь произведение Бэнкси и сделать из этого токен. И, в общем, их как бы хитрость удалась. Действительно, как бы произведение Бэнкси, купленное за 95 тысяч долларов, которое является оригиналом физическим, было сожжено в прямом эфире и превратилось в токен. И после этого, собственно говоря, ребята продали его в 4 раза дороже за более чем 380 тысяч долларов. И действительно, акт сожжения работы художника, что он очень долго это делает. Можно ли ему помочь? Давайте мы поможем, чтобы вы увидели, что действительно он был полностью сожжен, испепелен. И, в общем, как бы так мы видим акт вандализма, который был совершен во имя технологии, во имя технологического прогресса, как говорили, собственно говоря, эта компания. Прощай, Бэнкси. Еще один такой приятный, на мой взгляд, метод выхода за пределы исключительно коммерческих денежных отношений, с которыми связано появление NFT в цифровой среде. Это работа, которую я увидела как раз в этом году на фестивале Арс Электроника. Она была очень приятно представлена. Вот такой вот мультиэкран. Это работа эфиопской группы художников, которые сделали более чем 100 портретов причесок различных племен и представителей различных направлений в эфиопских деревнях. И это проект, который призвает, с одной стороны, сохранить в цифровом виде культуру, поскольку в Эфиопии различные типы причесок, они не только являются эстетической такой стороной, когда человек хочет быть красивым, но тип причесок относит также человека, который носит, я не знаю, мелкие косички или крупные косички, относит к определенной страте, сразу является культурным идентификатором. И, собственно, этот проект, каждый из этих портретов можно купить в виде NFT, и тем самым он несет в себе две функции. С одной стороны, это сохранение такого культурного, этнографического контекста, вымирающего, потому что эти прически перестают существовать, люди перестают их делать, а с другой стороны, это вот такая вот интеграция культуры в цифровой мир. С NFT работают долгое время. Казалось, что в NFT рынок ринулись только люди и художники, которых нельзя встретить в крупных музеях и галереях. Это не так. В какой-то момент действительно крупные, скажем так, мастодонцы современного искусства тоже обратили внимание на этот феномен. И здесь мы видим произведение Дэмина Кхёрста, который тоже решил с этим хайпом поработать. И вот мы видим, что он сделал какое-то невероятное количество своих коллекций, своих произведений, точек. Каждый из которых можно купить всего лишь за 2000 долларов. И он предлагал людям выбрать, хотят они это в физическом виде или в виде NFT. Большинство покупали NFT. Марина Абрамович, сербская знаменитая легендарная художница-перформантистка, тоже решила расширить возможности NFT. Она придает поминутную документацию своего перформанса. А это видеозапись трясущейся моей рукой, которую я сделала буквально на прошлой неделе на выставке молодого современного искусства «Блазар», которая проходила в музее Москвы. Так вот, интересно, что? Интересно то, что большая часть работ, которые там выставлены, и это как раз к идее о том, а автор кто, если NFT действительно позволило художникам застолбить свое авторство, то сейчас мы видим процветающую совершенно другую историю, когда большая часть работ, которые мы видим в сфере цифрового искусства, вернее, не большая, большая, скажем так, она сделана на самом деле искусственным интеллектом. И еще одно хайп-слово «промт». Не знаю, слышали вы его или нет, но кажется, вот это вот «скажи мне свой промт» и как сделать лучше «промт». «Промт» — это текст, который заводится, который предлагается в виде задания нейронной сети, которая работает по принципу так называемого «text-to-image». И нейронная сеть на основании того, что вы описали, на основании какой-то картинки, на которую она опирается, которую вы ей дали, делает новое предъявление искусства. Вот это все. И, собственно говоря, существует Дали от OpenAI, и Магин, и Лимаджин от Google. Недавно Apple выпустил свою гауди. Это Миджорни. Миджорни — это прямо вот нейронная сеть, с которой работает огромное количество художников, сейчас изучает. И, собственно говоря, здесь мы видим абсолютно другую историю, когда непонятно, кто автор. И, собственно, вот этот отказ от авторства и передача авторства и создание произведения искусства не руками и не с помощью даже какой-то программы, в которой ты вводишь, по крайней мере, мышкой, как кисточкой. Здесь ты создаешь произведение искусства с помощью нейронной сети через слова. И мне кажется, это очень важный поворот в осознании современного искусства, когда лингвистика, лингвистический аппарат, и насколько хорошо и точно ты с ним обращаешься, внезапно формирует финальное произведение искусства. Чем лучше твой промпт, тем лучше твое произведение искусства. Идея автора машины, конечно же, появилась гораздо раньше. Еще в 80-х годах художник Гарольд Коэн научил по совершенно простейшему алгоритму робота создавать произведение искусства в своей стилистике. На нем не будем останавливаться, потому что иначе у нас очень сильно затянутся. Я покажу вам один из таких приятных, скажем так, примеров, один из последних приятных примеров, которые я увидела в сети. Вот как бы прекрасный написанный промпт, когда, собственно... А, и к вопросу о Блазаре, почему я обратила ваше внимание, так вот, приходя на выставку современного молодого искусства, вы можете купить произведение искусства, написанное с помощью промптов и миджорний. То есть, собственно, когда там написано автор-человек, но при этом мы понимаем, что автор-человек в данном случае только лишь хорошо обращался со своими промптами. Появилось гигантское количество, скажем так, ассетов, подсказок, интерфейсов, с которыми человек работает, выбирая разные стили и закидывая это в нейронную сеть. Мне очень нравится, что параллельно мы учим, параллельно эти программы еще имеют такую просветительскую сторону и знакомят с наследием художников, и в итоге получается произведение искусства. Так вот, вот эти все NFT, они и крипто, то самое, и блокчейн-технологии, конечно же, в какой-то момент стало понятно, что цифровая культура, связанная с вот этими новыми технологическими возможностями, она выходит за пределы просто обычного веб-сайта, и такая новая, скажем так, потребность и новая возможность, которая появилась опять-таки с помощью и благодаря во многом технологии блокчейн, это непосредственно во многом связанная с продажей NFT-ассетов, с продажей NFT-цифровых объектов, записанных в блокчейне, это появление метавселенных. И вот тут мы видим, это криптовоксельс, один из самых значительных игроков в пространстве метавселенной, который начал называться воксельсом, и вот мы видим, что они построят такие метавселенные. Что такое метавселенная? Я недавно была на круглом столе, посвященном метавселенным, и в общем там сидело, наверное, пять человек, ни один из них не мог точно сказать, что же это такое. И это действительно так, как и у любой новой, скажем так, технологии, которая к тому же подогревается хайпом, в том числе от Марка Цукерберга, который назвал Facebook мета, это явление приобрело достаточно много разных интерпретаций. Но если говорить, скажем так, с точки зрения wishful thinking, о метавселенных мы можем говорить сейчас скорее только с точки зрения того, что то, что нам продают в виде метавселенных, это скорее как бы мечта о них, потому что на самом деле настоящий функционал метавселенных, а метавселенная – это виртуальный мир, в котором пользователь может передвигаться, взаимодействовать с различными предметами, покупать и продавать с помощью, опять-таки, NFT и блокчейн, и криптовалют, различные цифровые объекты. И, в общем, это такая как бы многообещающая цифровая интерактивная среда, которая прочит сейчас, в общем, очень большое будущее. Однако, если посмотреть повнимательнее, то эта цифровая среда очень сильно ограничена. Во-первых, как бы это скринкасты, я буквально очень быстро сделала этот скринкаст буквально вчера, чтобы показать, что действительно, во-первых, технологически очень сильно не отстроены, возможности управления как аватаром, так и переходами между метавселенными. И, в целом, в общем, вот эта вот красивая картинка, что все мы окажемся в виртуальных цифровых мирах, будем друг с другом там общаться, покупать и продавать цифровые ассеты, она пока что еще достаточно далека от реальности. Так вот, возвращаясь, но, тем не менее, действительно, как бы NFT во многом продаются через метавселенные. Так вот, возвращаясь к пониманию работы технологии NFT. Мой NFT, мои права. Очень многие думают, что когда кто-то купил, вот, допустим, я купила вот этот вот мем, а это прекрасный тоже пример, когда мем перепощивался гигантским количеством людей и вдруг внезапно стал цифровым объектом, который был продан за достаточно большие деньги. Это девочка, которая обернулась с таким вот непростым выражением лица на своего папу, и на заднем плане мы видим пожар. Пожар на самом деле был не… Это был контролируемый пожар по зачистке близлежащих территорий. Так вот, кажется, что если я купила эту картинку, теперь никто не может ее перепощивать, никто не может как бы с ней ничего делать. Это не так. Дело в том, что технология, с которой работает NFT, действительно, если владелец захочет, что он может распечатать футболку с купленным изображением, но дело в том, что без дополнительного юридического соглашения, заключенного между создателем и покупателем, права на распоряжение произведениям остаются всего лишь филькинной грамотой. И это только лишь сертификат на то, что вы владеете аутентичной записью в блоке о том, что вы владелец действительно аутентичного произведения искусства. Но все остальные могут использовать эту же самую картинку точно таким же образом. Это тот момент, который действительно довольно многие не понимают. И даже после продажи NFT-объекта юридически эти картинки остаются собственностью автора. И в принципе, в теории, ничего не помешает художнику даже подать в суд, если это не было отдельно оговорено в этой структуре NFT-смарт-контракта. И на эту тему буквально год назад такая вот ироничная рефлексия возникла в интернете в ноябре прошлого года. Джиффри Хантли, вы, наверное, многие из вас могут усмотреть в этом интерфейсе, знакомый интерфейс Pirate Bay. Pirate Bay — это главный торрент ресурса. Человек сделал the NFT-bay. И как бы что, собственно говоря, на что он обращает внимание? Действительно, он загрузил абсолютно все NFT, которые существуют в мире на данный момент и которые находятся на протоколе блокчейна эфир или солана. Никто не помешал ему это сделать. Они все находятся в этом торренте. И, собственно, автор предлагает его загрузить. И то, что он… Вот видите, там вот слева текст, на который попадаете, когда вы заходите на эту страницу, он говорит, вы понимаете, что на самом деле ваше NFT — это просто гиперссылка на абсолютно обычный ресурс, который находится в Web 2.0, на обычном HTTP. Почему? Потому что… И об этом я скажу чуть позже. Потому что технология блокчейн не предполагает работы с картинками и видео. То есть для того, чтобы эту картинку, видео и большое количество информации сохранить, они должны лежать где-то еще. А NFT хранит тебе лишь ссылку на то место, где, собственно говоря, находится ваш цифровой ассет. И в начале 2022 года, похожий очень подход, уже анонимный автор, в странице, которая называется UNFT.org, автор тоже заявил, что скачал все NFT на блокчейне эфира и сделал из них калаш. У него было интересно следующее. Видите, он не только скачал все NFT, но еще и проанализировал, где хранятся, собственно говоря, эти NFT. И вместо того, чтобы NFT хранило данные в цепочке блокчейна, на самом деле NFT содержит URL, указатель ресурса, адрес, указывающий на место, где хранятся данные. И вы представите, что действительно в этих стандартах отсутствует даже хэш-обязатель для этих данных. То есть, соответственно, если вы видите, что всего лишь 9% NFT хранятся в блокчейне, а 36% хранятся в FPS. Это, в принципе, не так плохо. Это межпланетная файловая система, это распределенная файловая система. Но 55% — это простое HTTP. Понимаете? То есть, как бы, вот он наш прекрасный NFT-мер. И в этом плане мне дико нравится эксперимент криптографа и основателя мессенджера сигнал Мокси и Марлинспайка, который, на самом деле, достаточно критически относится к происходящему хайпу вокруг веб-3.0, NFT и так далее. Так вот, он решил создать, чтобы доказать вот эту вот уязвимость технологическую, он решил создать свой NFT на блокчейне эфир. И он как раз обращает внимание, что в зависимости от IP или юзера, агента, клиента, который выполняет запрос, собственно говоря, картинка может быть разной на разных совершенно площадках. Почему? Потому что в самой записи NFT нет никакого указания на то, как выглядит ваше произведение искусства. То есть, соответственно, на многих, не на всех, окей, да, на многих торговых площадках, популярных торговых площадках, которые продают за десятки и миллионы, собственно говоря, долларов NFT, URL просто указывает на некий виртуальный сервер, который работает под управлением патча. То есть, любой человек, который имеет доступ к этой машине, он может, собственно говоря, удалить вашу прекрасную цифровую ассет, цифровой объект, или скомпрометировать, или изменить изображение, или заголовок, и так далее. И вот в этом эксперименте мы видим, что один и тот же NFT, который создал Moxie Marlin Spike на OpenSea, это одна из самых больших маркетплейсов NFT выглядит вот таким образом, на Rarible таким образом, а уже в его кошельке MetaMask он решил сделать вот такой вот каку, как бы намекая на то, что в принципе действительно, поскольку действительно, как бы в любой момент ваше NFT может превратиться вот в такой вот как бы эмоди. И что самое интересное, что когда он это сделал, OpenSea это заметила и удалила его NFT. Что говорит о чем? О том, что никакого блокчейна в данном случае не существует, о том, что на самом деле то, что отражается в вашем кошельке, это то, что вам посылает платформа, то есть никакой децентрализации, о которой мы говорим, на самом деле в действительно технической реализации продажи NFT через платформы, оно как бы вызывает вопросы. Не будем слишком быть критическими. Я пропущу исследования по поводу того, что действительно миллионеров и художников стало не так много. И мы с вами перебежим быстренько к истории про дискурс о том, насколько, собственно говоря, NFT очень такой серьезный дискурс, который эмуссировался на протяжении последнего года, что NFT в силу технологической особенности использования технологии блокчейна и записи блока в этот блокчейн с помощью майнинга. Это технология, которая довольно-таки опасна для нашей планеты и экологии. Почему? Потому что действительно мы все, в общем, наверное, наслышаны о майнинг-фермах и о каких-то безумных масштабах использования электроэнергии для майнинга. Это происходит потому, что технология блокчейна использует консенсус, технология блокчейна, основные блокчейн, технологии типа эфир, биткоин, используют так называемый консенсус в виде доказательства работы, proof of work. Когда, собственно говоря, концепция proof of work это алгоритм защиты распределенных систем от злоупотреблений через доказательства проведенной работы и вычисления сложной математической задачи. И ровно для этого и существуют майнинг-фермы. И мы видим вот такой вот, скажем так, биткоин, это блокчейн, который использует proof of work. Это довольно серьезный, самый, наверное, серьезный загрязнитель планеты с углеводородным следом. Действительно, французский художник Джонни Лемерсье был неприятно удивлен, что действительно производство шести всего лишь токенизированных работ в течение 10 секунд на его производство ушло больше электричества, чем на освещение у мастерской в течение двух лет. То есть можете представить как бы масштаб. У нас в музее тоже есть на эту тему художественное произведение. Это работа художников Мартин Надал и Цезарь Скуделландарус, которые показывают, собственно, вот это вот майнинг самым плохим майнером в мире, хакнутым компьютером. Но все вы, наверное, слышали о том, что достаточно многие криптовалюты и блокчейн-платформы пытаются уйти от вот этого использования Proof of Work. И мы видим, мне очень нравится эта картинка, это такая как бы статистика, наглядно говорящая о том, как изменяется потребление электричества в зависимости от протокола, который используется в том или ином блокчейне. Мы видим, что на момент 15 сентября красная линия ушла в пол. Почему? Потому что эфир перешел на новый тип доказательства майнинга, это Proof of Stake, доказательства доли владения. Это небольшая зарисовка. Последняя работа, которая была сделана по принципу Proof of Work, и первая работа, которая была, первый блок, который был отчеканен методом заминтин или отчеканен методом Proof of Stake. У меня там ошибка. И это действительно подводит нас к идее о том, что да, мы можем делать блокчейн более экологически хорошим, скажем так, меньше влияющим на окружающую среду, но приводит нас к другой проблеме. Дело в том, что Proof of Stake основано на том, что у определенного количества, у определенных количеств держателей монет замораживаются определенные монеты. Замораживаются монеты для доказательства включения блока в цепочку блокчейн. Простите, что я так бегом. Я просто понимаю, что у нас очень мало времени. Я пытаюсь впихнуть невпихнуемое. И мы видим, что вот этот переход на вроде бы лучший блокчейн на самом деле грозит нам чем? Централизации, что противоречит самой идее блокчейна, что противоречит тому, за что мы, собственно говоря, так любим блокчейн. И как финальное такое размышление, действительно, очень многие люди говорят сейчас о том, что технология блокчейн позволит нам перейти на новый тип интернета. Я специально тут написала паутина. Мы говорим, конечно же, о Web 3.0. И мы вот видим Илона Маска, которая у меня тут скачет. И действительно, кто-то видел уже Web 3.0, что-то не могу его найти. Почему? Потому что это опять-таки некоторым образом wishful thinking. В определенную периоду времени технология действительно достигает такого уровня, когда накапливаемые знания, накапливаемые исследования, открытия требуют перехода на следующий уровень. И сейчас действительно говорится о том, что мы на пороге перехода формы интернета, того, как мы с ним взаимодействуем, как он существует, на пороге к форме интернета Web 3.0. Если очень кратко, Web 1.0 — это децентрационная система, в которой мы видим, что юзер общается с каждым из сайтов, и он просто как бы ничего с ними не делает. По большому счету, он заходит на сайт, переходит на следующий. Это не взаимопроникающая структура. Web 2.0 — это централизованная система, когда действительно это то, чем мы пользуемся сейчас, когда действительно у юзера, у пользователя есть достаточно большое количество свободы. Он может сам создавать свой контент, но при этом существуют большие корпорации, которые фильтруют контент и создают как бы некие кластеризацию контента и контролируют и также обладают возможности цензуры. Идея Web 3.0 заключается в том, что он будет построен на технологии блокчейн на децентрализованной платформе технологии блокчейн. Не будет никакого сверхкуратора, который бы мог регулировать этот поток. Действительно, идея дико привлекательная. Не такое идеальное состояние Web 3.0 — это свобода от цензуры и ограничений. И также достаточно эффективный бизнес-модель без использования централизованных нот, без использования централизованных контролирующих органов и иерархических структур. Но, конечно же, как вы можете догадываться, это все wishful thinking, это все мечта, к которой мы бы хотели прийти и о которой очень многие говорят. Мы видим, как это отражается в СМИ. И опять-таки я хочу обратиться к уже знакомому вам Моксе Марлинспайку, который говорит о том, что он очень сильно сомневается в том, что блокчейн способен избавить нас от централизованных платформ, потому что это просто неэффективно. На данном этапе технологии не способны использовать децентрализованные платформы с той же степень неэффективностью, как это делают централизованные. И то, что мы видим в ситуации с NFT, которая разглашает, дорогие друзья, как здорово мы используем децентрализованные платформы, мы видим, что эффективность работы обеспечивается именно на самом деле централизацией. В этом как бы состоит такая дилемма, с которой работают технологические люди, работающие с цифровыми технологиями. Посмотрим, куда это все нас приведет. И в заключение я бы хотела сказать, что мы должны тем не менее всегда помнить, что технологии, с которыми мы работаем, они не нейтральны, и мы действительно ответственны за то, что мы с ними делаем и куда они приведут наш мир. Спасибо большое. Я не уверена, есть ли у нас время на вопросы. Скажите, помогите мне, пожалуйста. Шесть минут есть. Прекрасно. Тогда, если вдруг у кого-то есть вопросы. Маленькая простница всем даже по теме, наверное. Вы показывали сайт для промт-инжиниринга. Можете сказать, как он называется? Хотелось бы его попользоваться. Какой именно? Такой на темном фоне светлые картинки с примерами были. На темном фоне светлые картинки? А про что там было? Промт-инжиниринг? Вот это, да? Нет, совсем далеко назад. Да, да, да. А, нейросетки по промту рисуют. А, вот все, я поняла, да. Сейчас я скажу. Это помощник. Это помощник рисователь нейросеток. Это на самом деле гигантское количество. Я, честно говоря, даже я могу вам посмотреть отдельно. Их большое количество сейчас появилось. Если вы введете prompt helper, то вам выпадет большое количество таких подсказывалок, помогалок и так далее. Спасибо. 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 Да, добрый день. У меня скорее комментарий небольшой к вашему рассказу, дополнение. Обязательно. Про художников. Да. Вы сказали, что это должно было помочь художникам, но в какой-то степени это действительно очень сильно помогло, потому что сейчас создается очень много маркетплейсов, в том числе, которые вы показывали, на которых художники располагают свои работы. И в том числе туда идут и заказы от бизнесменов, которые создают свои монеты на основании этих монет, прикрепляют их к этим токенам и в том числе и утилизируют их потом. Соответственно, стоимость монет она повышается. За счет этого люди создают свой бизнес. Да, да, да. Смотрите, действительно, возможно, я чуть больше сосредоточилась на таком критическом разборе, потому что мне важно было показать именно технологические уязвимости существующей системы. Но, конечно, с точки зрения, скажем так, как я уже говорила в начале, действительно, с точки зрения художников, моушн-дизайнеров, 3D-шников и тех, кто способен, готов и хочет вкладываться в цифровое искусство, это большой прорыв. Конечно, это гигантский прорыв, и при этом это очень демократизирующая вещь. Вы совершенно правы, потому что, если до этого система художественного процесса действительно была жестко регулируемая, то есть для того, чтобы продать свою работу, вы должны быть знакомы с куратором, с галеристом, как-то, в общем, как бы своей работой и у вас должен быть достаточно большой коммуникативный навык в том числе, то сейчас просто человек может сидеть в своем компьютере, ни с кем-нибудь знакомым и просто, используя интернет, выставлять свои произведения на продажу. Это гигантский, действительно, прорыв и абсолютно новое изменение ощущения от художественного процесса. В этом нет сомнений. Небольшой автоп. У вас галерея полностью работает? У вас экспонаты все работают в галерее? Неожиданный вопрос. На данный момент музей готовится к переоткрытию, а так вообще как бы у нас обычно, в общем, все работает. Приходите, пожалуйста, в середине октября, будем рады видеть и вы сможете протестировать. Да, можно я задам два вопроса? Конечно. Вот вы сказали, что там есть паутина 3.0. Да. Но ощущение, что Тор, это же есть 3.0. Нет, это совсем другое. Ну, как же, он же поверх текущего интернета еще один кладет свой. Он децентрализован. Не совсем. Тор, это другая совершенно технология, существующая по совершенно другим принципам. Это система, скажем так, peer-to-peer, которая отличается от блокчейна тем, чем важен блокчейн. В том, что это, представляю себе, у вас бесконечная Excel-табличка, которую невозможно изменить. И она, как бы, вот эта цепочка, она растет, 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 как бы экспоненциально, просто не давая ничего изменить. Тор работает совершенно по другому принципу. Верно. Но Тор все равно требует запутанности, чтобы много людей запутывали путь до финального узла. она не то же самое, но похоже. Вот непонятно, где он сидит, соответственно, чем больше людей его запутывают, тем он надежнее. Да-да-да, я понимаю, о чем вы говорите, но в основе этой технологии лежат совершенно другие принципы. Вообще-то на ЕС шифрование, поэтому оно одинаковое, что в блокчейне же там… Да, но тип технологии совершенно разный, Тора и блокчейна. Приходите к нам в музей, у нас есть инсталляция про Тор тоже, где мы как раз объясняем различия между Тором и блокчейном, они как-то стоят рядом. Я знаю, просто вот 3-0 на Торе, кажется, ну или I2P, там их же много, оно больше, то есть на блокчейн может не надо зацикливаться. И второй момент, вот блокчейн, это же по-русски чурбан-цепь. Вот если подумайте, блок-цепочка. 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 Поэтому чурка-цепь. Блок-цепочка. Ну чурка, это же кусок бревна такое, нормально по-русски. Окей, хорошо. Так тоже можно? Хорошо. Спасибо. Договорились. Спасибо. Спасибо. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ